В конце октября, в конце октября и весь ноябрь мы сейчас будем отмечать праздники силовых структур разных. Вот день в неведомостной охраны Росгвардии несколько дней назад был, а сегодня, 31 октября, во вторник в этом году, в год Марса, Ариса, Бога войны, Цветалы Кровавы, отмечают сегодня, во вторник, значит, работники СИЗО и тюрем. У них профессиональный праздник. Вот представьте, слушайтесь только. День СИЗО и тюрем работников на вторник выпал. В прошлом году я видео записывал, я подверстаю. Я описывал, что проблема с помещениями, с территориями, нехватка кадров, очень много арестованных, очень много в связи с СВО и прочими событиями. Вот сейчас дагестанские события. Тоже столкнулся Северный Кавказ весь с нехваткой СИЗО, с нехваткой мест, с нехваткой тюрем и так далее. Перенасыщение, нехватка вообще помещения и для работников, и для сидельцев. И вот сегодня они отмечают праздник этот. День работников СИЗО и тюрем. Это праздник для более чем 50 тысяч человек, которые работают в системе сил Российской Федерации. Значит, учреждена эта контора была 31 октября, в четверг, в апостольский день, день Юпитера. В 1963 году, год Юпитера, апостольский опять же, последний год Хрущева у власти, тогда была создана в СССР система следственных изоляторов, как нового типа учреждений уголовно-исполнительной системы. То есть в этом году, сегодня, 31 октября, я видео записываю, в 2023 году, исполняется ровно 60 лет, как в СССР были учреждены средственные изоляторы. Тогда только тюрьмы были. А вот 60 лет назад додумался Хрущев, что нужны изоляторы, что не всех в тюрьме надо сразу держать, что нужна отдельная история, как бы, значит, прокладка между колониями и тюрьмами, значит, полугражданское полувоенное ведомство. Значит, через год, и чуть меньше, Хрущева в день покрова Божьей Матери, в среду, в 1964 году, снял плену ЦК с должности генерального секретаря Коммунистической партии СССР. То есть успел, так сказать, последнее внести изменения. И самое интересное, кто придумал эту историю создания следственных изоляторов? Не партия, не министр, значит, внутренних дел СССР. А идея исходила от коллегии Министерства охраны общественного порядка РСФСР. То есть тогда было не Министерство внутренних дел, а Министерство охраны общественного порядка. Это такая новая думка Хрущева была. То есть вот эта коллегия, даже не министр коллегиальное решение, РСФСР, не СССР, РСФСР, Россия. Тоже маленький такой нюанс, да? Потому что РСФСР, как самая большая республика, задыхалась во времена Хрущева от нехватки, значит, мест содержания подследственных. Тюрьмы не исправлялись. То есть тюрьмы были переполнены. Их было мало, были переполнены. Так что это слово о хрущевской оттепеле. Значит, учредил профессиональный праздник работников СИЗО и тюрем не президент Российской Федерации, не Ельцин и не Путин, а руководитель, первый руководитель федеральной системы исполнения наказаний ФСИН Юрий Калинин. Незадолго до его прихода на руководящий пост, значит, вот эта система ФСИН была выведена из системы Министерства юстиции, ГУИН был раньше, и отдельная федеральная система, служба. Федеральная служба исполнения наказаний. Значит, и вот появился тогда первый, значит, руководитель, глава ФСИН Юрий Калинин. Он жив до сих пор, ему 77 лет. Дай Бог здоровья, порядочный человек. И вот он решил в четверг, опять же, апостольский день, как когда-то в 63-м, тоже в четверг коллегия, значит, Министерства РСФСР приняло решение о создании следственных изоляторов. Так он решил, тоже 14 сентября 2006 года, год Марса, Ариса, значит, установить профессиональный праздник. Представляете, то есть 25 лет уже, правильно я почитал? Да, 25 лет уже, нет, 15 лет уже существовала Россия независимая, а профессионального праздника работников тюрем и СИЗО еще не было. То есть у людей не было праздника своего, как Дня милиции, там, Дня ФСБ, там, Дня пожарников, МЧС и так далее. Просто люди несли службу и все. Вот вспомнил начальник, что надо такой праздник организовать. И появился профессиональный праздник, который отмечается, значит, 17 лет теперь. Дальше. Вот этот директор СИИН, Юрий Калинин, он был с 2004 по 2009 год, потом Медведев его сместил, поставил своего человека. И кого поставил Медведев, вдумайтесь, Реймон, помните, такой был? Толстый дядька, важный, павлин-мавлин, Реймон Александр Александрович, который ходил, нам видео показывали, инспектировал систему СИИН, под камерами там ругался, наказывал, увольнял. Пиарщик такой в погонах, генерал-полковник. Вот его Медведев президент поставил. Он, естественно, проворовался. Получил 8 лет. Его даже лишили звания генерал-полковника, всех наград. Он только кандидатом, не помню, вот доктор он или кандидат юридических наук. Все оставили, все остальное лишили. Отсидел от звонка до звонка. Пытались по УДУ выпустить. Отменили решение. Вот он то ли в прошлом году, в конце года, то ли в начале этого, я уже не помню, вышел. Вот второй начальник СИН опозорил всю систему. Юрий Калинин ее поднял нормально, на ноги поставил. Праздник профессиональный организовал. Теперь они гуляют, вот сегодня гуляют. Может, на выходных уже отгуляли работники СИЗО и тюрем. Хотя сейчас после Махачкалы их сейчас всех настращают. И начнется работа серьезная перед выборами президента по полной программе. Так что система СИН, она вот только приходит в себя после этого Реймона. Отмывается от него уже 14 лет. Шесть начальников было. Сейчас вот шестой рулит. Не знаю, не смотрел, кто он. Значит, и поэтому я от души поздравляю работников СИЗО и тюрем. Поздравляю в кавычках. На вторник выпал ваш праздник. А вторник – это война, разрушение, конфликты, завоевание. Тяжелая, кровавая работа. Очень много сидельцев, очень много арестованных будет. Весь год с 31 октября 23 по 31 октября 24 года. А это значит, инцидентов, которые были в Махачкале, будет еще много, много. В разных территориях, городах, республиках. То есть работы будет не в проворот. Я не знаю, как за прошлый год, когда выпал ваш праздник на понедельник, я видео записал. Решили ваши проблемы за год с кадрами, с оплатами, с зарплатами, с окладами, с помещениями. Я думаю, нет. Все так и осталось. Тут говори, не говори, ничего не меняется. Значит, потому что это не нефть, не газ, это всего лишь тюрьмы и СИЗО. Значит, но теперь вы вошли в военное положение. Я думаю, что после событий в Махачкале будут введены жесткие законы, изменено законодательство. Статья знаменитая 282, национальная, значит, разжигание розни по национальному признаку будет усилено. Значит, и пополнение ждет клиентов для вашей работы в течение года огромное. Вот такой тяжелый прогноз. Так что система СИЗО и тюрем на военном положении. Значит, и со соответствующими проблемами, напряжением, усталостью, занятостью, текучей, текучестью кадров и так далее и тому подобное. Что сказать? Хорошего прогноза нет, но вы держитесь. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео, комментируйте. Жду на приеме. Идем дальше.